Добрый день, коллеги! Мы с нашей командой решили записать для вас видео, которое поможет сделать тренировки вашего отдела продаж еще более эффективными. Мы расскажем о том, как правильно давать обратную связь менеджерам по продажам. Поехали! Итак, друзья, как правильно доносить обратную связь до менеджеров по продажам? Во-первых, почему важно давать правильную обратную связь менеджерам? Из нашего опыта можно много времени, сил и денег потратить на просмотр крутых тренировок по продажам, на обучение закрытию сделок, на обучение по отработке возражений менеджерам по продажам. Но если при разборе звонков давать некорректно обратную связь, ваши менеджеры продолжат совершать одни и те же ошибки. К чему ведут ошибки менеджеров по продажам? Для самого менеджера это будет означать, что его уровень продаж останется примерно там же, где он и есть. А значит, и его личный заработок будет примерно вот где-то там же, как до тренировок, до обучения. Для руководителя это будет означать, что его план продаж по-прежнему будет выполняться на определенный уровень, а также, что его клиентов периодически будут сливать менеджеры из-за системных ошибок. Для собственника бизнеса это будет означать, что ему еще больше денег нужно будет вкладывать в маркетинг, что еще больше клиентов его будут теряться из-за того, что менеджеры ошибаются. И будет общий вопрос, а почему так? Ведь мы обучаемся, мы регулярно проводим тренировки, но почему-то ошибки остаются. И очень часто это происходит из-за того, что руководители дают неверную обратную связь менеджерам. Поэтому мы записали для вас видео, в котором четкий дадим алгоритм, как давать обратную связь менеджерам по продажам. Поехали! Давайте познакомимся. Меня зовут Анастасия. Мой личный опыт B2B составляет более шести лет. В рамках своего опыта как менеджера по продажам я закрыла самый крупный чек в истории компании. Это при том, что на рынке на тот момент мы были самыми дорогими ребятами на рынке внедрения CRM-системы. В рамках недели я закрыла рекордное количество проектов. Мой личный коэффициент лояльности NPS был более девяти баллов из десяти. Далее я лично построила пять отделов продаж. На текущий момент руковожу отделом из восьми человек. И мы сделали их с два выручки за пять месяцев. Именно этот опыт дает мне право рассказывать о том, как правильно нужно давать обратную связь менеджерам. Потому что и я делала ошибки и очень много искала информации по этой теме. В итоге пришлось составить ее самой и с вами, собственно, поделиться. Поехали. Девять ключевых правил обратной связи менеджерам по продажам. Первое ключевое правило. Важно создать дружественную обстановку для менеджеров. Что дает дружественная обстановка? Менеджеры не саботируют процесс обучения. Они намного легче открываются. Их проще вовлекать в диалог, если менеджер по продажам находится в комфортных для себя условиях. А также, если он совершает ошибки, ему не страшно прийти со своей ошибкой к руководителю и произвести над ней работу. Дружественная обстановка очень важна. Поэтому начнем именно с нее. Ничего люди не принимают с таким отвращением, как советы. Но за исключением советов, которые менеджеры дают сами себе. Поэтому наш разбор важен. Начать с вопроса менеджеру. А как ты сам себя оцениваешь? И, скорее всего, 50% из того, что вы хотели бы рассказать своему менеджеру, он озвучит себе сам. От себя советы воспринимаются намного проще, намного легче. Плюс это взращивает в ваших менеджерах некую, прокачивает мышцу, анализы своих звонков. А это значит, что в определенный момент они могут намного проще и легче анализировать свои звонки. И не всегда нужно будет включаться вам, как руководителям. Плюс, если мы сначала спрашиваем менеджера о том, что ты думаешь по поводу своего звонка. Это дает возможность легче перейти на тот этап, когда вы будете давать конструктивную критику ему. Потому что, в первую очередь, спросили его. И критика намного легче им воспримется. Второе. Искренность. Важно быть открытым и частным. Иногда даешь обратную связь по звонку, хочется сгладить углы, более завуалировать какие-то моменты для того, чтобы не обидеть человека. И если вы, например, находитесь в группе менеджеров по продажам, для того, чтобы не вызвать такой общий саботаж. Я считаю, что важно быть честным, в первую очередь, по отношению к себе. Поэтому не нужно пытаться где-то уйти от моментов, которые вам кажутся неприятными. Важно просто правильно их донести до менеджера по продажам, для того, чтобы он непосредственно смог работать над своими ошибками. Поэтому искренность и честность – это третье правило. Итак, друзья, в каком формате мы даем обратную связь нашему менеджеру? Условно мы разделим обратную связь на две части. Первое. Мы хвалим, мы говорим, что нам понравилось. Это важно, потому что в этот момент мы поддерживаем менеджера, и у него не отпадает желание продолжать обучаться. Он не саботирует этот процесс. Второе. Это помогает наладить доверие и дружеское отношение. Третье. После похвалы обратная связь будет восприниматься намного лучше. Идем дальше. Взращивайте уникальность менеджеров по продажам. Это пятое ключевое правило. Я видела менеджеров по продажам крутых, реально, волков с Улд-стрит, и пыталась понять, а что в них общего. И поняла, что их общее – это их уникальность. То есть в определенный момент менеджер понимает, что у него круче всего получается, осознанно или неосознанно, или с помощью наставника, и пытается прокачать свои лучшие качества. Поэтому найдите то зернышко, которое есть в вашем менеджере, и взрастите из него профессиональный навык, именно не знание, а навык, для того, чтобы он мог опираться в переговорах именно на свои сильные стороны. Взращиваем уникальность в наших продавцах. Наверное, все как с воспитанием детей. Вторая часть. Шестое правило. Что можно сделать лучше? Вот две рабочие формулировки. Предлагаю тебе в следующий раз добавить вот это, или давай попробуем заменить вот этот признак презентации на более четкий признак, в котором ты будешь использовать цифры, в котором ты будешь использовать примеры, кейсы из жизни, и посмотрим, что получится. Вот именно с точки зрения точки роста. Помните, как, когда ты получаешь тетрадь в школе, и у тебя все твои ошибки подкрашены красной пастой? У меня вопрос. Почему не красят зеленым там, где я не ошибаюсь? Вот мы не будем учителями из нашей школы, мы будем теми, кто зеленым красит все, что верно, а все, что нужно вроде красным покрасить, мы переводим в точку роста. Седьмое правило. Быть конкретным. Ошибка, которую допускают многие руководители отделов продаж. Например, веселей, энергичней. Это непонятно. А пойди поприседай перед встречей, или расправь плечи, сядь нормально, твоему речевому аппарату ничего не должно мешать, поставь перед собой зеркало, и улыбайся, когда звонишь клиенту. Вот это понятно и конкретно. Вся обратная связь должна быть конструктивной, чтобы менеджер по продажам уже в следующем звонке четко понимал, что ему нужно сделать. Никакой абстракции. Чем больше абстракции, тем меньше эффективность от ваших тренировок. Восьмое правило – это краткость. Человек способен воспринимать максимум 7 плюс-минус 2 единицы информации, а обычный человек 3 плюс-минус 1 единицу информации. Поэтому, если при прослушке звонка вы нашли 15 точек роста менеджера, хоть соловьем ты зальешься, суперярко ему об этом расскажешь, он не поймет, он не запомнит. Он запомнит первую, последнюю и какую-то яркую, в которой у него был эмоциональный отклик. Поэтому выбери 3 ключевые единицы и разбери их с менеджером по продажам. И по этим 3 ключевым единицам дай менеджеру задание. Например, в рамках следующей недели ты должен прислать мне 5 звонков, в котором покажешь, как ты закрываешь сделку, применив технику локализации пожара. Или мне нужно, чтобы за следующие 3 дня ты прислал мне 5 звонков, в котором ты продемонстрируешь выявление потребности по той схеме, которую мы с тобой сейчас отработали. Вот это четко и понятно. Кратко. Итак, последнее 9 правило. Всегда подводите итоги. И опять же, как эффективно подвести итоги встречи. Спросите сначала у менеджера, какие выводы ты сделаешь из этой обратной связи, что конкретно ты изменишь в своей работе. Резюмирование помогает менеджеру лучше понять, что нужно подкорректировать и собрать, соответственно, это все в кучу. Счастье – это когда тебя понимают. И это дает наибольший результат при его работе. Поэтому подводите итоги всегда. По завершению тренировки подвели итоги, вот тебе четкий план действий, как мы работаем, как мы отрабатываем вот эти точки роста, которые мы у тебя нашли. И последнее. Как стать лучшим в каком-то деле. Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо. Отдайте инициативу в разборе звонков на каждой третьей тренировке менеджерам по продажам. Пускай они анализируют свои звонки и звонки своих коллег из-за дела. Вы же, как руководитель, занимаете позицию смотрящего и наблюдающего. Важно разработать в менеджерах навык анализа звонков. Если менеджер Петя будет разбирать звонок менеджера Маши, он найдет там точки роста, которые сможет применить на себя и не допустить их при своих же звонках. Плюс, если мы меняем методологию проведения тренировки, это повышает ее эффективность. Потому что, если вы из раза в раз будете делать одну и ту же тренировку, эффективность будет точно ниже, чем на начале, и фокус внимания у менеджеров тоже будет ниже. Поэтому важно выносить разнообразие в тренировки и отдавать инициативу вашим лопам. Поэтому не бойтесь, отдавайте и смотрите, что из этого получится. Итак, друзья, пожалуйста, под этим видео напишите ваши инсайты, что полезное для себя узнали. И будет круто, если вы поделитесь своим опытом. Возможно, я более чем уверена, у вас есть, опять же, свое мнение, есть те фишки, которые вы у себя в отделах продаж применяете, они помогают. Пожалуйста, напишите, это будет полезно тем, кто смотрит это видео, это будет полезно и мне. Давайте обмениваться опытом для того, чтобы становиться еще более крутыми в нашей сфере. Итак, друзья, благодарю вас за просмотр этого видео. Я уверена, что оно было для вас полезным. Я желаю вам большого количества продаж. Воспитывайте крутых продавцов. Пускай ваш отдел продаж напоминает Волковсу Олд Стрит. Пускай ваши планы всегда выполняются. И желаю вам удачи. Все, пока!